В Белоярской исправительной колонии строгого режима номер 19, кто-то спросит, а ее что, в честь ковида что ли назвали? А кто-то парирует, алло, алло, 19-ка дислоцируется в Тавде, с чего это она вдруг стала Белоярская, как АЭС? Спрашивали, отвечаем. ИК-19 дислоцируется под Тавдой в поселке Белый Яр, поэтому эта зона Белоярская, вот короче в ней. Внимательные пенитенциарии обнаружили сим-карты, спрятанные в жевательных конфетах. И надо сказать, спрятанные очень незатейливо, даже криво, косо, весомо, грубо и главное, зримо. Обнаружение запрещенной предметы. Этот запретный плод был доставлен Почтой России из Екатеринбурга в зону 40-летнему зэку, мотающему срок за кражу. Кто собирал ему этот презент, не сообщается, но человек явно схалявил. Просто воткнул белые симки в желтые конфеты. Вот знал наверняка, что все посылки, пришедшие в зону, тщательно досматриваются. Вот сейчас не сочтите дальнейшие слова, как совет или призыв к действию, но вот смотрите. В кульке, помимо желтых конфет, есть белорозовые. Можно же было их разрезать по белому слою и спрятать белую симку между белыми частями. Да еще и подплющить конфетку до размера в симке, ну чтоб края не торчали. Да еще и завернуть в бумажку. Вообще, представляю, сидит где-то в Екатеринбурге человек и бормочет. Да-да, братан, ты абсолютно прав. Так и надо было сделать просто в тот день я был набуханный. Но уточню, это не руководство к действию, а просто мысли стороннего наблюдателя о человеческой неаккуратности. Но главное, запретный плод изъят. Унаружено две сим-карты Билайн и две карты Ростелекома. Продолжение следует...